Фанатизм – ужасная вещь! Посмотрите, как Христос был правоверным же, если хотите, иудеем, так сказать, или апостолом. А смотрите, как он относился к субботе. В субботу строгий день был покоя. Даже сколько шагов ты мог сделать? Всего 1100 шагов в субботу, не больше. На свой платок не пронеси и так далее. Строгий был исполнитель? Строгий. Но какой? Ученики идут, растирают колоссия руками. Фарисеи набросились. Смотри, что делают твои ученики в субботу! А он защитил их. А он защитил их. В субботу исцелял. То есть он прямо показал, да, мы должны следовать церковным правилам. Церковным, если хотите, дисциплине церковной. Да, это верно. Но избави Бог быть при этом фанатиками, для которых буква – это всё. И когда мы забываем содержание. Потому что ещё скажу основной тезис, я бы сказал, христианства. Основная христианская истина в чём заключается? Нет добра там, где нет любви к человеку. Нет добра там. И не только добра, нет ни правды, ни истины, где нет любви к человеку. Например, на моих глазах вот здесь, в лавре, однажды я смотрю, один человек зашёл в храм, да, литургия шла, и руки назад, а у него был фотоаппарат в руках. Подбежал, однако, дала. И этот фотоаппарат на каменный пол. Он в ужасе смотрит. Что это такое? Или видел иное, иную картину. Видно, подходит к мощам. Это одна женщина, которая, видно, что никогда не была, ей сказали с таким страхом, не знаю, и только наклонилась над мощами, как вдруг крик от священника. Ты что с накрашенными губами? Ужас! Теперь она уж, наверное, никогда не пройдёт. Фанатизм и вот этот либерализм – это две ужасные крайности. Фанатизм и вот этот либерализм. Отчётometра. Фанатизм. Фанатизм. Продолжение следует...